Микс Ньюс. Мы сегодня поговорим о том, как живут пенсионеры в Латвии, с какими проблемами они сталкиваются, как мы можем им помочь. И в нашей студии зампредседателя Латвийской Федерации Пенсионеров Дзинтра Жилде. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Наверное, ну вот если начинать вообще разговор о том, что все люди рано или поздно становятся пенсионерами, если доживают, конечно, ну вот этот возраст все время отодвигается. Понятно, что в принципе улучшается качество жизни, улучшаются возможности продления жизни. И ну вот мы иногда ворчим на том, что пенсионный возраст уходит все дальше и дальше от нас, но тем не менее вот жизнь на пенсии, она становится во некоторых странах более и более комфортной. То есть мы знаем, что пенсионеры европейские, американские пенсионеры, ну еще до последнего времени путешествовали по миру. И в принципе вот все-таки вызывало всегда какую-то немножко обиду, что не все у нас в стране люди имеют возможность на пенсии наслаждаться жизнью, вкушать вот плоды своих трудов. Что сейчас, вот какие главные, может быть, проблемы у пенсионеров, с которыми вы сталкиваетесь в своей федерации, вот с чем, с какими вопросами к вам обращаются с просьбой о помощи? Сначала хочу сказать, что настоящая жизнь только начинается, когда ты ушел на пенсию. И многие нынче работающие говорят, как же вам прекрасно, как же вам хорошо. Вам не надо переживать за то, что вас уволят или вы останетесь без средств существования, что вас отнимет пенсия, у вас уже стабильно то, что когда-то вы заработали, это у вас уже стабильно имеется. Другой разговор, что по теперешним ценам и дороговизне, та пенсия, которую нам начислили когда-то за те налоги, которые мы платили во время работы, естественно, не соответствует пропорциям, чтобы мы могли жить так, как нам бы хотелось, или так, чтобы можно было сказать, что это жизнь без проблем. Да, они есть и в молодости, они есть и ныне работающими, они есть и у пенсионеров. Для того, чтобы та пенсия, которую мы заработали, и нам ее начислили, соответствовало как можно ближе к тому уровню, чтобы жить без проблем и не считать копейки, чтобы не считать сантимы и евро, центы. Но есть много-много способов, как помогают малообеспеченным и труцегиям. Мама, что будет труцегиям? Нуждающимся, ну я думаю, что нуждающимся, наверное, можно сказать, тем, которые нуждаются в помощи. Да, и есть на то всякие нормы, через которые можно помочь такими людьми. Другой разговор, что слишком большой процент тех, кому необходимо помочь. И в каждом самоуправлении эти средства и возможности тоже отличаются. Например, в Риге живущем это 400-420 евро. И до этой суммы помогают в других самоуправлениях. Ну там уже помогут дровами, электричеством, коммунальные услуги. Есть еще и помощь, пакет, и гигиенические пакеты, и продуктовые комплекты. Ну, в общем-то, конечно, конечно, хотелось, чтобы по сравнению с нашими пенсионерами, пенсионерами, которые живут в других странах, конечно, это большая разница. Но все-таки, если вот суммировать, можно сказать, что человек, который выходит на пенсию, он может рассчитывать не только на пенсию, но все-таки на помощь и государству, и самоуправлению. Нужно просто обращаться в соответствующие учреждения, которые ему могут оказать помощь, если он в ней действительно будет, ну, нуждается. Да, безусловно, безусловно. Вот сейчас, вот в связи с эпидемией ковида, как эта эпидемия, ну, вот, отразилась на положении пенсионеров? Потому что мы помним, что когда, ну, вот, даже поднимал господин Янсенс эту проблему, то, что, например, в пансионатах были ограничены посещения, и многие рассматривали, ну, вот это по-разному. То есть некоторые считали, что это достаточно жестоко, ну, вот, по отношению к пожилым людям, которые оказываются, ну, отрезанными от общения с родственниками, посещения родных. С другой стороны, мы все знаем, что, ну, вот, коронавирус очень опасен был для, именно, людей в возрасте, ну, во всяком случае, во время первой волны, и, ну, наверное, это объяснялось и опасностью для их здоровья и жизни. Да. Любое ограничение должно быть соответствующим. Вы сами видите, я сейчас в студии в маске. Это говорит о том, что пенсионеры законопослушные. Мы более реагируем на, более положительно реагируем на те законы, на те правила, которые имеют силу в настоящее время, и стараемся их не нарушать. Другой разговор, если говорить о том, что самое большее, именно пенсионеры, именно наш возраст более чувствительны к каждому заболеванию, к каждому вирусу, и наш организм уже не столь крепок, какими мы были в молодости. И если задуматься, что мы больше хотим, остаться еще на пару лет теперь у вас здесь на земле, или же общаться с теми, которые нам дороги, и это для нас есть какой-то угрозой. И это медаль с двух сторон. Естественно, что выбирается безопасность людей, безопасность здоровью, безопасность также и правилов уличного движения. Кто-то может пройти пешком на красный свет, кто-то подождет, пока зажгется зеленый человечек. Но так мы живем. Есть границы, есть законы, есть положения, которые надо соблюдать. В связи с этой второй волной коронавируса, насколько Федерация пенсионеров относится к тем ограничениям, которые сейчас вводятся и могут быть введены? Я напомню, что были в какой-то момент ведь отменены льготы, бесплатный проезд пенсионерам в общественном транспорте, который объяснялся тем, что этим пытались как бы ограничить их все передвижение по городу. Вот какая была в вашей Федерации реакция на это? Ну, Федерация, конечно, встала на дыбы, если так можно сказать, и мы были за то, чтобы не было такого резкого разделения между людьми и возрастом, что можно найти способ, как позволить людям в возрасте перемещаться не пешком, не на… про велосипед не каждый может или на каком-то самокате, но чтобы могли посетить и врачей, и магазины, и аптеки, лишний раз пенсионер, но не будет выходить из дома для того, чтобы просто пойти и потусоваться, как это делает молодежь днем, ночью и под утро. Да, мы обращались и в Иришскую думу, мы обращались в прессе, к нам просто в очереди стояли люди, чтобы выразить свое недогование, почему так сильно разделяет. Вот пенсионер не может ехать, а другие могут, и для них это не имеет никакого значения, потому что он может заболеть, а пенсионер, для того, чтобы его ограничить в этом вирусе, распространение вируса, нам надо сидеть дома. Ну, слава богу, что сейчас есть такая возможность, что можно надевать маски, и мы не являемся ни угрозой для окружающих, и мы каким-то образом более или менее ограничены от защищенных, чтобы нас не поймал вирус. Наверное, в жизни пенсионеров самое сложное, это сложный период, когда человек все-таки становится зависим от помощи окружающих, то есть он более все-таки, речь идет не только даже о физической, иногда бывает, и пенсионерам тяжело разобраться в каких-то бытовых вещах, и вот здесь какая может быть помощь, если, например, человек уже ментально ему очень тяжело воспринимать информацию, то есть он становится зависим, может быть, от помощи людей, но при этом у него, например, нет родственников, или они не могут его навещать. Вот здесь как можно помочь человеку справиться с повседневными трудностями, если здесь какая-то помощь от государства или социальных служб? Да, безусловно, конечно, конечно. Человек, который живет один, он сам должен за себя постоять, не потому что стараться остаться одному и жить дальше одному, но не оставаться в стороне, быть более открытым к тому, что к тебе, в твою жизнь заходит другой человек, который может быть социальная служба, человек, который ассистент, человек, который врач, медсестра, или, скажем, ассистент, который поможет тебе дойти до медицинского учреждения или до процедурного кабинета. Естественно, это зависит от характера человека, насколько ты замкнут в себя, насколько ты раскрытый, или же ты будешь сидеть в углу, и все плохие, все тебя бросили, все к тебе плохо относятся, и один ты золотой, хороший, и всех, как некоторые говорят, что нужно чувственнее убить, застрелить, и все воры, все плохие, до тех пор, пока человек баллотируется, пусть это будет Дума или Сайм, он хороший, прекрасный, как они становятся уже с мандатами, так видите ли, сразу уже все плохо. Но разбирайтесь, люди, сами принимайте решения, если на самом деле есть такая возможность. Но если с возрастом человек теряет реакцию, теряет возможность принимать решения, ну, естественно, это уже медицина. Например, вот такая проблема, как пожары. Известно, что половина жертв пожаров – это пенсионеры, то есть это ставится тоже как одна из таких больших проблем, что пожилые люди иногда бывают, не понимают опасности огня, им сложнее быстрее среагировать, если вдруг начался пожар и покинуть вот зону пожара. Вот насколько здесь, если человек, понятно, у него есть родственники, они могут все-таки о нем позаботиться, а если он живет один, здесь можно ли ожидать какой-то помощи тоже? Такие жители, села, провинции, в основном это люди, которые никак не хотят покинуть свое жилье, свой дом в хуторе. Естественно, они должны быть на учете даже в городе. Есть квартиры на многоэтажных домах, и мы, к сожалению, уже потеряли эту прекрасную традицию, когда знали всех в многоэтажных домах по имени, знали, чем кто занимается, и какие твои соседи, и когда новый приезжает, когда старый съезжает. Мы стали более ограничены в движениях, потому что, ну, возраст берет свое, хотя социальные службы, хотя социальные службы должны следить за каждым таким пенсионером или человеком, который живет в одиночке. И есть еще и служба, служба безопасности такая, что это, наверное, опять стоит денег, и зависит от родственников, от знакомых, что есть фуага, которая, если ты нажмешь... Фуага безопасности, да. Да, в любое время уже будет на пульте оператор, который знает, что человеку плохо, что что-то случилось. Бывали случаи, что пенсионер, человек, который упал по возрасту и по болезни, и по своему состоянию здоровья, не может встать. Остается несколько часов, даже суток лежа на полу беспомощно, не может дождаться, когда кто-то к нему придет. Если раз в неделю, может быть, придет социальная служба, или вообще он живет вдалеке. Ну, тут, естественно, этим пенсионерная федерация мне это не контролирует, но должна сказать, что люди этого возраста могут объединяться в пенсионерных обществах. В каждом районе, в селе, в городе. Есть организации, ну, как кружок пусть это будет, кружок по интересам, кружок по возрасту. И они уже налаживают свои связи между собой, и, естественно, есть тогда, ну, телефон, наверное, теперь есть в каждом доме. Я не говорю о мобильной связи, но телефон, раньше это были автоматы на улицах, но теперь вроде это технологии уже шагнули так далеко, что, естественно, не все пенсионеры имеют интернет, не все умеют им обращаться, не каждый имеет мобильный телефон, ну, и не каждый умеет этим телефоном пользоваться, и не у каждого есть деньги, чтобы интернет оплатить. Поэтому возможности есть разные, но необходимость жить и жить с целой цельностью, это необходимость, и это первый закон в нашей стране, что мы все равны, потому как мы проводим свои дни и живем в этом мире. Мы должны жить по-человечески к старости. Ну, вот вы упомянули то, что существуют, ну, своего рода кружки, ну, общество пенсионеров, и они относятся к вашей федерации, то есть это все какие-то отделения вашей федерации, куда можно вступить, ну, то есть вот обменяться контактами, чтобы, ну, вот, может быть, перезваниваясь друг с другом, ну, поддерживать связь, чтобы было понятно, что все хорошо с этим человеком, утром одинокий пенсионер, например. Латвийская федерация пенсионеров состоит из юридических организаций по всей Латвии. Эти кружки, эти организации, эти юридические организации регистрированные, живут каждый автономно в своем регионе, но объединяясь, получилась Латвийская пенсионерная федерация. Насчитывается больше 140 организаций. Мы одна из самых больших, если не самая большая организация в Латвии. Я попрошу вас... А, сорвался звонок. У нас 67212-93-9, 67213-93-9. Телефоны в студии. Напомню, что зампредседателя Латвийской федерации пенсионеров, Дзенитра Желда, сегодня в нашей студии. Вот пришел комментарий на номер СМС 2-3-0-6-1-9-1. Он касается как раз-таки пансионатов. Больные люди, пенсионеры, потеряли право умереть, сдержа за руку родного, близкого человека. Одно дело, когда человек выбирает прожить ему два года и побыть близким, или другое, когда ему насаждают. То есть, речь идет о помещении в пансионат. Это решает все-таки сам человек или его родные, или, например, семейный врач говорит, что вы не можете больше жить. Без медицинского заключения, что ты не можешь жить и быть один в пансионат. Именно не пансионат для людей, которые еще могут жить самостоятельно, но они хотят уйти из от семьи, в которой, ну, скажем, есть какие-то или проблемы, или даже он не хочет оставаться один, у него есть возможность платить свою пенсию, оставлять в пансионате, кто-то еще доплачивает, и тогда получается эта сумма, чтобы он мог жить, ну, скажем, в люксовом. Есть пансионаты, где человек по состоянию здоровья, значит, он не может самостоятельно жить, обслуживать самостоятельно, да, это только заключение врача, естественно, это еще и желание окружающих, которые не могут ему предоставить полноценный уход, ну, и без согласия, без согласия самого человека, который, о котором мы сейчас говорим, никто его насильно в пансионат такого рода не разместит. У нас много звонков, я вас попрошу надеть наушники, значит, доброе утро, здравствуйте, говорю. Доброе утро, я сам пенсионер, мать моя пенсионерка, но уже 92 года, у нее Альземера, она хоть инвалид второй группы, и ну, как бы, семейный врач сказал, что можно получить пособие по уходу, так вот, чтобы получить пособие по уходу 150 евро, у меня за заключение психолога надо заплатить 400 евро. Почему такая сумма заключения психолога стоит такое? Вот, это мне сказал психиатр, что нужно, его заключение не главное, а главное заключение психолога. И вот, чтобы получить 150 евро пособие, нужно заплатить психолога от 300 за 400 евро. И вот у вас же выступала это самое, почему, министр социального обеспечения, она сказала, чтобы мало получить это пособие, надо еще за каждый шаг отписываться, писать куда пошел, зачем пошел, и никто еще в Латвии 150 не получил. Спасибо, да, ну, я понимаю, что здесь вот, ну, наверное, какой-то конкретный случай, который мы, наверное, не можем комментировать, к сожалению, я думаю, что, ну, можно, я понимаю, что вашу федерацию, ну, вот, обратиться с просьбой о помощи, например, вот в таких случаях, когда человек, например, не понимает, может быть, есть возможность взять платную консультацию врача, может быть, можно встать в очередь и получить бесплатную консультацию, то есть, ну, какие-то вещи, которые, может быть, пожилые люди не совсем понимают, и могут, ну, помочь просто федерации советом, как-то объяснить их права, например, ну, вот, то есть, не все же могут даже понимать, какие права у них есть, и воспользоваться этими правами, чтобы, нужна, ну, консультация человека, который понимает, знает законы. В настоящее время, конечно, я в шоке, потому что таких цен и таких расценков и такого, такого, такое требование и такого требования не может быть, ну, никак, и если у вас остался зарегистрированный номер телефона звонящего, мы после эфира с этим человеком свяжемся и разберемся все же по тому, как, но не может такого быть, чтобы такая сумма и такое требование ни кое мрази. Это мы разберемся. Хорошо, я записал номер телефона. Благодарю вас. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Так, у нас сорвался звонок 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, я напомню, телефоны в студии, и еще раз напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечает зампредседатель Латвийской Федерации Пенсионеров за интро-жилдом, и мы принимаем еще один звонок. Доброе утро. Доброе утро. Говорите. Доброе утро. Дело вот в чем, что до конца года Рижская дума приняла решение закрыть мусоропроводы. Многие пенсионеры живут на верхних этажах, многие не могут спускаться вниз без конца, да. И что делать этим людям, вообще всем, что будет с мусором? Не может ли Федерация Пенсионеров повлиять на Рижскую думу, чтобы это безумное решение было отменено? Спасибо. Ситуация с выбросом мусора. То есть, наверное, для людей пожилых, особенно если они живут в доме без лифта, выносить мусор во двор гораздо тяжелее. Да. Значит, Латвийская пенсионерная федерация заключает договора и между собой соглашения с фракциями САИМа. Сейчас только что вступила во власть новая Рижская дума, и мы обязательно будем налаживать контакт с людьми, которые представляют интересы Риги. Я так понимаю, что этот человек звонит из Риги, хотя такая ситуация может оказаться в любом другом городе. И, да, будем говорить о том, как находить оптимальный вариант, потому что я как-то не задумывалась над этим. Оказывается, что это, правда, очень актуальная тема. Ну и решать Абсайм Некуа Тайс, кто в этом доме. Ну, как правило, если это в большом городе, то Абсайм Некуа Тайс является какая-то фирма конкретная. Если в Риге, то у нас Рижская Абсайм Некуа Тайс, Рига нам порвал Некс. И это уже зависит от того, какие договора заключены между квартиросъемщиками, хозяевами и Абсайм Некуа Тайс. Ну, конечно, может, наверное, найтись некоторые варианты, как пока я даже не мыслю, как это может быть, что мусор вынести и поставить возле своих дверей или обновить эти мусоропровода, ну, проводы над этим надо думать, потому что, естественно, если есть сигнал, если есть вопросы, над этим надо работать. Мы же можем только тогда, если есть какой-то толчок, мы сами не выдумываем. Ну, то есть, люди, которые обеспокоены этой проблемой, пожилые люди, которым стало немножко неуютно, что они могут, их могут заставить выносить мусор во двор, пожалуйста, обращайтесь, обращайтесь, в том числе, и в Федерацию Пенсионеров, то есть, ваши заявления могут быть вот как раз той основой, на которую можно будет дальше... И к своим Абсаймния Куатайю, это те, которые эти правила, законы, как жить вместе, потому что Абсаймния Куатайю получает деньги именно от жильцов, и если они платят деньги, они должны получить как можно больше комфорта, и чтобы не было дискомфорта в быту. Еще одна, наверное, тема, очень актуальная для всех пенсионеров, это индексация пенсии, мы понимаем, что в результате инфляции даже те пенсии, которые получают пенсионеры, все дорожают продукты, дорожают лекарства, дорожают услуги, и понятно, что этой пенсии вот уже через год не хватает. Сейчас в октябре должна быть, я понимаю, очередная индексация пенсии, и насколько слышал, были даже требования, чтобы индексация происходила чаще, чем раз в год, потому что в результате индексации, в результате инфляции просто раз в год этого недостаточно, то есть через год уже слишком накапливается такой разрыв в доходах. Вот как эта проблема может ли решиться, ваша позиция тоже федерации? Ну, естественно, получается, что пенсионеры со своими пенсиями все равно идут в догонку и не могут никак поймать те цены, как мы уже в начале говорили, что этот разрыв, эти соотношения, и как бы ни поднимали пенсию, успевает подняться за это время цены, и между нами все равно это расстояние, там, километра или два все равно остается. Другой разговор, чтобы, да, есть инструменты, как вы правильно заметили, что эту инфляцию повышает в проценте, которое соответственно с зарплатой и соответственно с ценами. Ну, в октябре будет заметно насколько это в жизни не по цифрам, насколько это в жизни помогает, да, это один раз недостаточно, да, это было бы, если это два раза в году, может быть, это могло быть, как только цены повысились, так автоматически повышается и процент добавления к пенсии, но, видите ли, я бы не хотела никому пожелать быть сейчас министром финансов, министром благосостояния, потому что есть столько много побочных, неожиданных проблем, которые нашли на землю, на страну и на Европу, что, к сожалению, опять менее защитными являются пенсионеры. Ну, вот как раз о том, что в бюджете 2021 года может не хватить денег на доплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию после 2012 года, об этом уже говорят, и вот здесь эти доплаты вы будете отстаивать, или каким образом это можно, чтобы голос пенсионеров был услышан? О голосе, именно о голосе. Стоять, кричать, собираться в митингах и стучать сковородками, кастрюлями, этот вариант прошел уже в прошлое. У нас в Латвии с пенсионерной федерацией имеется комиссия по пенсионерным делам, четкая группа, которая именно разрабатывает законопроекты, которые можно было бы в чистом виде подать в САИМ, правительство, чтобы рассмотреть по цифрам конкретно, чего мы требуем, что мы хотим. И 12 октября у нас свое собрание, где мы принимаем окончательное решение в управлении. Значит, группа разработала этот проект, который мы даем на управление нашей федерацией, и тогда мы выходим громко на все услышание высказываем свое мнение, как лучше улучшить жизнь пенсионеров с маленькими зарплатами, с маленькими пенсиями. Но вот есть ли какие-то рычаги влияния, потому что если учителя могут выйти на забастовку, врачи могут выйти на забастовку, но пенсионеры такого, может быть, влияния не имеют... Возможности не имеют. Ну да, имею в виду возможности влиять. Это дорога, это не Рига, это должны быть все пенсионеры всей Латвии. Это и дорога, и возможности, и это одним таким такой акцией это, простите, ничто, это стрельба по воробьям. Поэтому мы решили, что мы идем другим путем, как говорили великие люди. И да, такие конкретные меры, как разрабатываем изменения в законе, законопроекте, ну и те политические силы, с которыми мы заключали договор в САИМе, которые принимают законы, у нас есть три фракции, с которыми мы заключили договор, и они сказали, что да, они будут работать и принимать решения такие, чтобы не ухудшить, не то, что улучшить, чтобы не ухудшить жизнь пенсионеров, и к тем мы в первую очередь обращаемся. Потом люди, которые голосовали за ту или другую силу политическую, ну тогда ей надо требовать, где остается солоиуми, обещание, где настоящая жизнь, в какой момент это все забывается. Должна сказать, что у пенсионеров в общем-то с памятью стало лучше, мы стали более рассудительны, и на такие обещания уже не падки, и через пару лет свое решение мы вынесем вердикт. Простите, господа. Продолжаем принимать звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Вот я хотел бы, пользуясь выгодным, обратить внимание вашей федерации на такой момент. Значит, работающие пенсионеры, да, значит, платя социальные взносы, значит, получают прибавку к пенсии, значит, в результате перерасчета. Но сам механизм происходит ужасно безобразно. Значит, если ты в январе подаешь, значит, свои данные о том, сколько у тебя была зарплата, сколько ты заплатил социальные взносы, то прибавку к пенсии тебе фактически, да, ты получаешь только начиная, вернее, ну, за все эти месяцы, но платить тебя начинают где-то только в июне. То есть 6 месяцев. Может быть, вы как-нибудь инициативу проявили, и эти сроки бы немножко ограничили, но я думаю, при нашем, значит, развитие информационных технологий, там это достаточно нажатия трех кнопок, чтобы понять, кто сколько платил и кому сколько полагается. Например, там ограничить это двумя месяцами или еще. Потому что, ну, извините, можно умереть за полгода пенсионеру, чтобы получить эту прибавку. Спасибо. Спасибо. Да, ну, еще один сразу звонок примем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я хотел сказать, что это вы говорите о бесплатном проезде пенсионеров только в Риге. А вот в ближайших городах и пригородах никакого бесплатного проезда пенсионеров нету в принципе. Спасибо. Ну, вот да, речь идет о том, что если вот пенсионеры живут за пределами Риги, здесь есть ли возможности, например, у Федерации как-то, ну, влиять на ситуацию? Это будет же самоуправление. Это будет же самоуправление. Ну, и, конечно, сейчас волоксны. в прошлом месяце было большое заседание конференции всех видземских пенсионеров, которые входят в состав Латвийской Федерации и принимая резолюцию, один из пунктов было, чтобы можно было в Риге ехать в транспорте, пользоваться общественным транспортом всем пенсионерам, которые приезжают в Ригу. Есть такое предложение. С таким предложением мы придем в Рижскую Думу. Соответственно, нужно думать, как же так, если человек приехал с другой волости, с другого региона, и в Риге ему разрешать ездить в транспорте бесплатно. Соответственно, если мы говорим о семье, о деньгах, которые у нас в семье в кошельке, то если мы одному ребенку купим два мороженого, от кого-то нужно забрать. Это финансовые расчеты, и этими деньгами пользуется, распределяется каждая Дума по своему бюджету. Откуда берется бюджет в Думах, в самоуправлениях, это опять-таки налоги, те, которые работают и прописаны. Ну, и как бы ни крутить, как бы ни вертеть, это все опять отталкивается от денежных средств, которые собраны для конкретного мероприятия, для конкретного дела. Да, у пенсионеров меньше возможностей платить за дорогу, меньше возможностей передвигаться, если нет таких скидок. Ну, есть, скажем, инвалиды второй группы, первой группы, ну, они, наверное, уже меньше перемещаются, школьники, и есть масса людей, которые, у которых имеются скидки в транспорте, но, простите, это не решает пенсионерная федерация, ну, конечно, надо, надо над этим думать, как влиять на, на самоуправление. Ну, вот, к сожалению, время нашей программы уже завершилось. Да вы что? Да, как-то мы так целый час успели проговорить. Зампредседателя Латвийской Федерации Пенсионеров Дзентра Жилда сегодня была в нашей студии. Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти к нам, поговорить действительно о всех проблемах. Пишите, я обращаюсь уже к нашим слушателям, мы можем вопросы передать за тем, вот какие-то ваши вопросы, предложения. Спасибо вам большое. Я желаю всем, чтобы было не только доброе утро, чтобы был добрый день, чтобы был добрый вечер, прекрасная ночь и опять утро и сказать спасибо, слава Богу, наступило утро, слава Богу, прошел день. И чтобы этот день был тот, ради которого было и смысл жить. Спасибо.